Федеральный проект Росмолодежи «Голос поколения» впервые заходит в регионы. В этом году Хабаровский край стал одним из четырех субъектов страны, где опробуют одноименную образовательную программу. Для будущих управленцев прохождение такого курса – карьерный шанс, поскольку лучшие выпускники пилотного потока смогут попасть в кадровый резерв Росмолодежи и займутся крупными проектами федерального уровня. С претендентами познакомилась съемочная группа телеканала «Хабаровск». Новые постояльцы в гостиничном комплексе «Заимка». Около ста молодых жителей со всего Хабаровского края заселились сюда на неделю – учиться управлять. Все они – курсанты пилотного проекта Росмолодежи «Голос поколения» регионы. Во всех организациях очень часто я являюсь лидером команды, инициатором проектов и так далее. Очень часто беру на себя эту роль. Здесь развивают именно тему лидерства, и эта тема мне близка, и хотелось бы развиться именно в ней. Я подал документы в молодежное правительство Хабаровского края в этом году. И обязательным условием для того, чтобы меня включили в состав, является участие в программе «Голос поколения». И как раз таки здесь мы можем получить ценный опыт. Ценный опыт общения с людьми, получения каких-то навыков и какой-то новый виток развития. Всю неделю участники будут решать задачи от краевых министерств – спорта, культуры, образования и науки, а также от регионального комитета по делам молодежи. Самые активные курсанты смогут занять места в управленческом резерве Росмолодежи. Это даст им возможность работать над крупными федеральными проектами, не покидая родной регион. Это программа про реальные действия. Ребята здесь максимально погружены в работу круглые сутки. У них практически шестидневный хакатон. Они все время работают над кейсами, над разработкой решений. И в дальнейшем они пускаются в работу, в жизнь, но обязательно с привлечением самих участников. Сама программа «Голос поколения» не нова. Три потока с 2020 года Росмолодежь уже выпустила. Однако раньше это была только федеральная история. Сейчас же, с этого года, проект заходит в регионы. Дебютанты – Владимирская и Архангельская области, Красноярский и Хабаровский край. Это возможность перенести опыт федерального, когда ребята становятся такими акторами изменений в своем регионе. Что одна из больших задач – это все-таки, чтобы люди не уезжали из регионов Москвы, наоборот, в регионах происходили изменения. Проявить себя на «Голосе поколения» молодые управленцы смогут до 30 июля. После чего их ждет отбор на четвертый федеральный поток.